Буало Нарсежак. Детективный роман «Жизнь в дребезге». Канал для души приветствует вас и желает вам приятного прослушивания. Субтитры создавал DimaTorzok Детективный роман «Жизнь в дребезге» Субтитры создавал DimaTorzok Я хотел поговорить с тобой именно об этом чеке. Звонил до полуночи. И никто не брал трубку. Ну, где ты была? В Париже у меня всегда куча дел. Интересно знать, каких? Представь себе, я хожу в кино, на выставки, на демонстрацию мод. Я ведь не такая, как ты. Мне всё интересно. Конечно, в Каннах очень красиво. Зато в Париже, в Париже как-то легче дышится. Да плевать мне на Канн! Я и приехал-то в Канны только потому, что здесь полно бабёнок. Таких вот, как ты. Которые день-деньской подыхают от безделья. По правде сказать, они здоровее меня. Просто им льстит, когда их тискает массажист. Ты что, с ума сошла? Прикури мне сигарету. Там, в бардачке. Там целая пачка. Ты ведь не возражала, когда я решил открыть своё дело. Только это стоит недёшево. Я тебя честно предупредил. Одно только оборудование обойдётся в миллион франков. Прежде чем его заказывать, надо было твёрдо решить, остаёмся мы в Каннах или нет. Да и к чему оно тебе? Разве твоих рук недостаточно? Ну ладно. Давай выпьем кофе. Вон, кажется, на стоянке дорожное кафе. И перестань дуться, Рауль. Нам надо отдохнуть. Я верну ей всё. Всё. Пусть эти толстосумы подавятся своими деньжатами. И тогда она не посмеет командовать мною. Рауль? Рауль, слушай, теперь ты поведёшь машину. Я устала. Слушаюсь, мадам. Ну, ты чего ты бываешь глуп? Пошли, нам надо спешить. Слушаюсь, мадам. Ой, смотри-ка, кого я нашла. Ну не дуйся, Рауль, ну не дуйся. Нет, я её всё-таки убью. Придушу вместе с её миллионами. Кстати, их не так уж и много. Я женился на женщине, которая утверждала, что богата. А оказалось... Вгоня. Что я злюсь, собственно. Сам виноват. Ведь она купила меня. Ай, терпеть её не могу, ненавижу. Развестись? Ну, а для этого нужна причина. Любой адвокат скажет, челы, собственно, недовольны. И будешь прав. Не любить жену, это ещё и повод... Ну, знаешь, хочу и буду слушать. Я ни черта не слышу. В чём дело? Похоже, у нас спустило колесо. О, чёрт. Не хватало менять по такой темени. А фонарик? А там села батарейка. В тот момент Дюваль даже не почувствовал никакого соблазна. Этот соблазн снизошёл на него чуть позже, когда он принялся закручивать гайки. До того момента он всё проделывал машинально. Погружённый в горестные размышления, он приладил домкрат, снял колесо. Если бы на свете существовала хоть какая-то справедливость, тогда я не стал бы массажистом и не женился бы на Веронике. Мне не пришлось бы и дальше тянуть это идиотское существование. Но кто меня заставляет жить так дальше? Да? Нет? Снова приходится решать, орёл ли или решка. Он представил себе вращающуюся монету, и тут всё началось. Он только что закрутил вручную все пять болтов, и вдруг застыл. В его душе зародилась безумная мысль. Он всё ещё стоит одним коленом на земле, опускает голову, тяжело дышит. Желание. Непреодолимое желание. Поторапливайся, Рауль. Ну и не торчать же здесь всю ночь. Дюваль слегка затянул гаечным ключом первый болт. Совсем чуть-чуть. Затем второй. Колесо вращается справа налево. Гайки свинчиваются справа налево. Следовательно, через несколько десятков километров пути все гайки слетят с колеса. На ходу они постепенно открутятся. Но вот и настал час поделить всё пополам. Может, пока поведёшь ты? А после Виньона я тебя сменю. Никогда они не доедут до Виньона. У них нет и одного шанса из тысячи. Дюваль выбирает место смертника. Ведь он и должен рисковать больше. Он и ремень не станет пристёгивать. Ладно. Обожаю ездить ночью. А, тогда езжай побыстрее. Как можно быстрее. Мы замёрзнем. Хочешь, поднимем вверх? Не надо останавливаться. Жми на всю катушку. Вот здорово. Машина идёт безукоризненно. Колёса совсем не стучат. Вряд ли колесо отлетит. Болты ведь не сорвутся все сразу. Скорее всего, его просто перекосит. Оно осядет, и машина перевернётся, и нас выбросит на шоссе. Дюваль представил себе два тела, распростёртые на асфальте. Он закрыл глаза. Можно ли ещё исправить то, что он сделал? Но как найти предлог? Она пошлёт его ко всем чертям, попроси он остановиться. А то и заподозрит неладное с её-то дьявольским чутьём. Рауль Дюваль пересмотрел множество вестернов, где крупным планом показывали взбесившихся лошадей и отлетающие на ходу колёса. И сейчас эта картина стоит у него перед глазами. Машина начинает петлять. Похоже, меня клонит сон. Я, кажется, устала. Впереди замелькали огни. Показалась большая автозаправочная станция, освещенная словно вокзал. Вероника замедляет ход, затем тормозит, чтобы выехать на боковую дорожку. Машина заваливается назад, её бросает из стороны в сторону. Дюваль скорчился, изо всех сил цепляясь за сиденье. Он уже всё понял. Ничего у него не вышло. Мотор глохнет. Наступает тишина. Эй! Эй! Так не годится. Вы что там? Заснули? Я уж подумал, врежется сейчас машина. Ей-богу, врежется. Ну-ка. Ну-ка, что там у вас тряслось? Мама моя дорогая. Это вы... Вы в рубашке родились. А в чём дело? Колесо. Смотрите, колесо. Ну, один болт ещё может сорваться. Да и то вряд ли. Ну, чтоб все пять разом. Такое только можно подстроить нарочно. Колесо менял мой муж. Я их затянул до упора. Ну, значит, плохо затянули. Вы легко отделались. Но ведь видно же, если болт закреплён слабо. У меня не было фонарика. А подкрутить можно и в темноте. Вам что, ни разу не приходилось менять колёса? Нет, ну, чего же ни раз, но... Ну, так что ж вы думали? Вам что, на тот свет не терпится попасть? Мы спешили. Спешили шею себе сломать. Это автомобиль моей жены, я в нём не разбираюсь. Что за чушь вы несёте? Колесо? Оно и есть колесо. Ну, вы даёте. Починить можно? Ну, смотря в каком состоянии цилиндры. Ага. Муженёк-то ваш, видать, не в себе. Дюваль медленно, дрожащими руками, открывает дверцу машины и буквально вываливается из неё. Ноги его не держат. Собрав последние силы, идёт к зданию станции и заходит внутрь. Здесь он один, среди витрин, уставленных коробками конфет и пёстрыми пачками. Он замечает стул и опускается на него. Неужели Вероника догадалась? А если да, стоит ли всё отрицать? Надо думать, ей заново объясняют, что так само по себе колесо не отвалится. Тут надо постараться. По неопытности ли, по незнанию, или... Или... Единственный верный вывод может сделать только она сама. А сообразительности ей не занимать. И, следовательно, она уже знает. Вот она направляется сюда. А, нет, 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 я не желаю сцена. Нет, не желаю. Дюваль видит, как Вероника стоит за стеклянью дверью и ищет его глазами. Он встаёт со стула, так легче защищаться. Неслышно открывается дверь. Это Вероника, вся в белом, словно привидение, возникшее из ночной тьмы. Ты это нарочно подстроил? Ну, отвечай же! Скажи хоть что-нибудь! Ладно, ладно, ладно тебе, нечего орать. Да, это я и я... И ты решил меня убить? Нет, ну не обязательно тебя, это вроде как пари. Вот, да-да, именно как пари. Да ты совсем спятил! Возможно, мне это уже говорили. Не смей ко мне прикасаться. Вероника, ну я же тебе ничего не сделаю. Да, ведь ты меня чуть не убил. Тебе это так не пройдёт. А собираешься донести на меня в полицию? Да кто тебе поверит? Я же сидел рядом на месте смертника, даже ремень не пристегнул. Я с тобой не останусь! А я тебя не держу! А я посоветуюсь с адвокатом. Клянусь, ты за это дорого заплатишь. Ну, идёт. Разведёмся, так будет лучше. Да. Так это правда. Ты решил? Да, решил. А до развода? Как мне себя обезопасить? Отчего обезопасить? Не придуривайся! Откуда мне знать, что ты ещё можешь выкинуть? Ясно, ясно. Ты мне не доверяешь. Ещё бы! Так чего же ты хочешь ещё? Хочу, чтобы ты подписал документ. Объясни, чего тебе надо. Чтобы ты написал, что пытался меня убить. Убить, да? Ну, нет. Ни за что. И не надейся даже. А я сейчас позову рабочего. Скажу, что ты нарочно испортил колесо, что ты сам мне признался. Да на что тебе такая бумага? Я положу её в конверт и оставлю у своего адвоката. Понял зачем? Если ты только вздумаешь... А, вскрыть в случае моей смерти. Ха-ха-ха-ха! Смех, да и только! Да! Вот садись и пиши быстро. Иначе я... Я за себя не ручаюсь. Хорошо. Так что ж, ладно. Так. Дай мне ручку. На. Итак, я, ниже подписавшийся, Дюваль Рауль, настоящим признаю, что подстроил аварию. Нет. Пиши. Признаю, что пытался убить свою жену. Но это неправда. Не пытался я тебя убить. Так. Хорошо. Значит так. При следующих обстоятельствах. Да. При следующих обстоятельствах. Двоеточие. 6 июля сего года на шоссе А7 автомобиль марки Триумф с номерными знаками 2530 РБ 75, который вела моя жена, да? Я остановился вследствие прокола левого заднего колеса. Остановился вследствие прокола левого заднего колеса. Так. Дальше. Дальше. Я сменил колесо. Я сменил колесо. Причем умышленно не затянул до упора крепежные болты. Крепежные болты, что неизбежно должно было привести к аварии. Вот. Вот так пойдет? Да. Да. Еще укажи, что имеются свидетели. Свидетели. Хорошо. Ладно. Авария произошла у последней автозаправочной станции. Авария произошла у последней автозаправочной станции перед поворотом на авиаун, да? Да, да, да. Перед поворотом на авиаун тяжких последствий она не имела, не имела, так как машина сбавила скорость, чтобы въехать на стоянку, расположенную перед автостанцией. Так. Рабочий дежуривший, да? Рабочий дежуривший ночью на станции. Обнаружил поломку, да? И приступил к ремонту. Обнаружил поломку и приступил к ремонту. Давай. Держи. Документик. Она аккуратно складывает листок и убирает его в сумку, щелкает замком. Оба они чувствуют, что перед тем, как навсегда разойтись в разные стороны, им следовало бы произнести какие-то слова. Хоть как-то выразить свои чувства. Пусть они враги, но до чего же глупо расставаться вот так в магазине самообслуживания среди плиток, нуги и тюбиков крема для загара. Но Вероника выходит, не обернувшись. Прощай, Вероника. Теперь-то и пойдет у них война нервов. Мадам, вам бы лучше задержаться в авиньоне. Болты перекосило. Ну, конечно, если ехать потихоньку ничего не случится, но цилиндры придется менять. Не говоря уже о колесе. Оно-то вообще никуда не годится. А автобусы здесь ходят? Ну, только не в это время. Да и не здесь. Это надо дойти до шоссе. А зачем вам? Не хотите ехать на своей машине? Да вам нечего бояться, поверьте. Ее не переспоришь. Ну, да ладно, поеду один. А она может сесть на поезд в авиньоне. Я за ней присмотрю. Да не волнуйтесь, но сами не торопитесь. Все. У адвоката Тесье оказались густые седые волосы, образующие на затылке буйную гриву. Он представлял собой нечто среднее между стареющим актером и перезрелым музыкантом. Но вообще в курортном месте на Лазурном берегу и не найти было человека, чье лицо соответствовало бы его профессии. Ну-с, так в чем дело, мсье Диваль? Речь идет всего лишь о разводе. Я женился в начале декабря, но позвольте я прежде объясню вам. Извините, мсье Диваль, лучше письменно изложите мне вкратце, в чем состоят ваши разногласия с супругой. Ваша биография, суть дела, факты. Понимаете? Одни голые факты. Закон не интересуется чувствами. Дети есть? Нет. Мадам Диваль беременна? Нет. Разумеется, у вас есть доказательства супружеской измены? Да нет, не было никакой измены. О-ля-ля. У вас есть иные основания для искового заявления? Разводы требует моя жена. Ах, вот как? Да. Значит, вы нуждаетесь в защите. Что же она ставит вам в вину? Она считает, что я пытался ее убить. О, вы вовсе не похожи на убийцу. Конечно, нет. Ну-ну, давайте, рассказывайте мне все по порядку. Диваль попытался растолковать адвокату всю историю с чуть не оторвавшимся колесом от машины. Но, похоже, Тесея не слишком хорошо его понял. Он никак не мог сообразить, чего все-таки хотел добиться Рауль, не закрепив как следует колесо. Наконец, Диваль поведал о сцене на автостанции, где подписал злосчастную бумагу. Ну, немыслимо. Это же немыслимо. Вы действительно написали заявление о том, что хотели убить свою жену? Нет, ну, я впрямую, конечно, так не написал. Так чего же вы теперь от меня ждете? У вашей жены все козыри. Мы у нее в руках. Она может даже, если пожелает, обратиться в прокуратуру. Имеются свидетели. Ну, хоть отдаете себе отчет. Вы же сами загнали себя в угол. Я подписал признание, чтобы облегчить судебную процедуру. Надо было пойти на это или вовсе отказаться от самой идеи развода. Да нет же, нет. Как вы наивны, мой друг. Развод можно получить при любых обстоятельствах. Это уже наше дело. Но никогда, вы слышите, никогда нельзя давать противнику таких преимуществ. Вы, безусловно, понимаете, что нам с вами придется нелегко. Так или иначе, вот что мы с вами можем пока предпринять. Прежде всего, вы должны уйти из дома. Ну, это я уже сделал. Я снял номер в гостинице. Замечательно. Значит, там и оставайтесь. Это очень важно. Предположим, ваша жена скончается в результате пищевого отравления. Подумайте, в каком положении вы окажетесь, если по-прежнему будете жить вместе. Подумать только. Подписать признание. В ящике для писем скопилась почта. Куча рекламных проспектов и одно письмо, судя по штемпелю из Ниццы. Адрес напечатан на машинке. Мэтр Рене Форлини, нотариус. Неужели эта дура додумалась обратиться к нотариусу? Так, мсье, не соблаговарите ли вы срочно зайти ко мне в контору по делу, представляющему для вас несомненный интерес с уважением? Хм, а что бы это значило? Она ведь сказала, что пойдет к адвокату. А при чем здесь, нотариус? По делу, представляющему для вас несомненный интерес. Да, конечно, речь идет о разводе. Странно. Но сейчас узнаю. Но дома Вероники не оказалось, только маленькая записка лежала на столике в прихожей. Не хочу причинять тебе лишних хлопот, поэтому оставляю квартиру в твоем распоряжении, пока мы не примем окончательного решения. Себе я сняла меблированная комната, и если понадобится что-нибудь обсудить, звони по телефону 38-52-32. Черт возьми. Да она боится встречаться со мной. Дура. Ну, как знаешь, как знаешь, твое дело. Дюварь прошелся по пустой квартире. Нет, она ничего отсюда не перевезла, лишь захватила самое необходимое. Кондиционер не выключен, в холодильнике полно припасов. Завтра, подумал, он надо будет позвонить Веронике и поблагодарить, сказать, что он тронут ее вниманием и добротой. И если она не против, то он еще несколько дней поживет в этой квартире. Рауль достал из стенного шкафа чемодан и принялся складывать туда белье и свою одежду. У него всего-то и было три костюма и пальто. Ну вот и все. Теперь я свободен. Свободен и беден, как настоящий моряк и всегда готов пуститься в новое плавание. Так, чемодан пока поставлю в комнату для гостей. Впрочем, здесь я и поживу пока. А теперь спать, только спать. Хочу спать. Надо все забыть. На следующий день Рауль Дюваль отправился в контору мэтра Форлини. Респектабельный нотариус встретил его чрезвычайно радушно. О, очень рад, очень. Просто замечательно, что вы так скоро откликнулись на мое письмо. Ну, присаживайтесь, прошу. Спасибо. Сигару? Нет? Нет. Правда не хотите? Ну, хорошо. Займемся делом. Дюваль, разумеется, фамилия вашей матушки. Мария Луиза Дюваль. Родилась 25 февраля 1923 года в городе Тулоне. Да, да, да. Отца я никогда не видел. Я знаю. Но фамилия его вам известна? Известно. Хопкинс. Совершенно верно. Уильям Хопкинс. Рядовой Американской армии. Мне бы не хотелось ничего слышать об этом подонке. Хопкинс причинил нам много горя. И попадись он мне, я бы плюнул ему в лицо. Ну, вам это не грозит. Он умер. Ну же, Пси Дюваль. Пси Дюваль, постарайтесь успокоиться. Вот ведь как получается. Где я только вас не искал, а мы оказались соседями. Ну, что же вы молчите? Разве вам не интересно узнать, сколько денег вы унаследовали? Тогда держитесь за подлокотник кресла как можно крепче. Все имущество было проданным, Си Дюваль, согласно последней воле покойного. После уплаты налога на наследство, пока еще не все улажено, я могу назвать вам лишь приблизительную цифру, я оцениваю наследство примерно в 900 тысяч долларов. Иначе говоря, в 5 тысяч. Пси Дюваль Дюваль как будто летел по воздуху, во всем теле ощущалась какая-то удивительная легкость, хотелось петь, кричать во все горло. Да, он был богат. И от этого события голова шла кругом, сжималось сердце, и на глазах выступали слезы. Он зашел в кафе, заказал пиво, и еще раз мысленно прокрутил в голове разговор с Фарлини. Вам не стоит, Рауль, терять голову. На первый взгляд, 500 миллионов, это много. Но если подумать, немало найдется коммерсантов, артистов, писателей, президентов компаний, побогаче вас. Вы женаты? Да, да. На каких условиях? На условиях совместного владения имуществом. Ах так. Ну, в таком случае, если позволите так выразиться, мадам Дюваль тоже является получающей стороной. Вот как? Да. Вступайте-ка домой, обрадуйте мадам Дюваль. Но смотрите, смотрите. Не говорите ничего даже хорошим знакомым. Прежде всего, потому что многие станут вам завидовать. Деньги это как варенье. Они привлекают мух. После полчаса в кафе Дюваль расплатился и вышел. Бесцельно побродил по городу, борясь с противоречивыми желаниями. То ему хотелось вернуться в Канны, то уехать немедленно куда-нибудь за границу. И вдруг он совершил необъяснимый, почти детский поступок. Зашел в табачный магазин и купил золотую зажигалку. Еще вчера эта покупка была бы для него непосильной, но сегодня, сейчас, очень хотелось купить что-то дорогое и красивое. Сжимая зажигалку, он выписал чек и поспешно вышел. Почему-то сильно билось сердце. Он рожал пальцы. На ладони, как самородок, сверкала зажигалка. Дюваль остановился и зажег сигарету. Огненный язычок был вытянутым с синему основанию, а полыше желтым и дрожащим, словно пламя восковой свечи. В детстве мать водила его в церковь. Нередко она покупала свечки. Он забавлялся, неловко накалывая их на железные колышки, и следил, как они горят, пока она шевелила губами, шевча бесконечные молитвы. И вот теперь, возможно, в память о ней, он зажег свою зажигалку из чистого золота. Алло. Алло, могу я поговорить с мадам Дюваль? Вероника, это ты? Вероника, я хотел предупредить тебя, что уже обратился к адвокату. Насчет нашего развода. Кто твой адвокат? Я обратился к мэтру Тесье. Знаешь, он не скрывал, что развод обойдется очень дорого. А ты? Ты нашла адвоката? Пока нет. У меня не было времени. Начну хлопоты, когда вернусь. А ты уезжаешь? Да, ненадолго. Послушай, ты покажешь своему адвокату бумагу? Ну, то, что я подписал. Ты о покушении? Сейчас она в безопасном месте, в конверте. Я написала «Вскрыть в случае моей смерти». Так что теперь мне нечего бояться. Послушай, Вероника, поверь, я... Вероника! Ты хочешь сказать, что не думал причинить мне зло? Или что ты сожалеешь? Поверь, не так уж я и стремилась к этому браку. Да откуда тебе знать? Ладно. Довольна об этом. Как только вернусь, пойду к адвокату. Он свяжется с твоим поверенным. Похоже, больше нам не о чем говорить. О, черт! Гнусная баба! Какая жалость, что с машиной тогда все обошлось. Вот было бы славно оказаться вдовцом. Прошел день, другой, третий. Дюваль жил обычной жизнью. Его руки массажиста трудились, как прежде. Но мысли витали далеко. Рыскали без устали в поисках выхода. Как разорвать порочный круг? Как уберечься от мести Вероники? Наконец, он решил еще раз посоветоваться с адвокатом Тесье. Ну что ж, мой друг, пока противная сторона не торопится, бессмысленно подготавливать защиту. Надо ждать. Вы говорили с ней о разводе? Да я с ней не вижусь. Кстати, мэтр, я бы хотел у вас кое-что узнать. Допустим, это всего лишь предположение. Ну, допустим, что я именно сейчас получу небольшое наследство. Вы ждете наследство? Нет, нет, нет. Вовсе нет. Уверяю вас, это просто предположение. Тогда деньги перейдут в совместное владение супругов. Совместное? Но это несправедливо. Ну, если договориться по-хорошему... А если кто-то попытается утаить деньги? Риск слишком велик. И особенно в вашем случае, месье Диваль. Замечу лишь, что в распоряжении вашей жены находится компрометирующий вас документ. Хорошо. Представим, что на вас вдруг свалится наследство. Об этом узнает ваша бывшая жена. Она имеет полное право учинить вам иск, утверждая, что на момент развода вы скрыли некоторые источники дохода. И она может предъявить эту злосчастную бумагу, заявив, что вы пытались убить ее из-за денег. Поэтому мой совет – играйте в открытую. Диваль долго пережевывал услышанное. Оставалась лишь одна лазейка – приобретать. Скупать все подряд – гостиницу, кинотеатр, гаражи. Вероника потребует огромные элементы. Ничего не поделаешь. Все лучше, чем раздел имущества. Он еще раз съездил в Ниццу. Нотариус Фарлини принял его очень любезно. Документы составлены на английском. Хотите, я вам переведу? Правда, это займет много времени. Нет, нет, мэтр, не стоит. Я и так знаю, что ничего в них не пойму. Скажите, когда я получу то, что мне причитается? Ну, скоро. Самое большее через месяц. Господи, через месяц Вероника уже начнет бракоразводный процесс. Хотите быть единственным владельцем своего имущества, верно? Ну, что же, вы правы. Скажите, а разве нельзя вложить деньги за границей? Нет. Давайте уважать закон, Сидеваль. Не стоит играть с огнем. Знаете, на вашем месте я бы уехал в другой город. Возможно, это и было наилучшим решением. Уехать и больше не видеть Веронику. Основать где-нибудь образцовый центр массажа, оснащенный самым современным оборудованием. Заняться реабилитацией инвалидов, людей, пострадавших в автомобильных катастрофах. Он заведет себе собаку, аквариум с золотыми рыбками, птиц. Он станет дарителем счастья. И его жизнь тогда обретет, наконец, смысл. Шли дни. От Вероники не было никаких известий. Скоро в почтовом ящике он нашел коротенькое письмецо от нотариуса. Уважаемый господин Дюваль, рад сообщить вам, что деньги переведены во Францию. Отныне они в вашем распоряжении. Будьте добры указать мне адрес вашего банка и номер счета с наилучшими пожеланиями мэтр Фарлини. Ну и славненько. А с Вероникой я договорюсь. Обязательно договорюсь. Алло. Месье Дюваль у телефона. Алло. С вами говорят из полиции. Месье Дюваль, речь о вашей жене. А что случилось? Просили передать вам, что мадам Дюваль... Вероника Дюваль, не так ли? Так вот, Вероника Дюваль, ехавшая в белом автомобиле «Триумф» с откидным верхом... Вы меня слышите? Да, да. Так в чем дело? Вчера вечером она попала в автомобильную катастрофу. Это известие ошеломило Дюваль. На несколько секунд он даже потерял дар речи, не мог вымолвить ни слова. В одно мгновение он представил их белый триумф, лежащий на боку с искореженным капотом, с помятой крышей и окровавленное тело Вероники. Она погибла? Нет, нет. Она тяжело ранена. Ее перевезли в больницу в Блуа. Нам позвонили оттуда. Из Блуа? Да. Авария произошла километрах в двадцати от Эмбуаза. Больше нам ничего не известно. В больнице вам все скажут. Сожалеем, мсье Дюваль. В эту пору дорожные происшествия случаются очень часто. Надеюсь, все обойдется. Благодарю. Я сейчас позвоню туда. Удивительная история. Машина перелетела через нас и, вероятно, несколько раз перевернулась и свалилась в Луару. Вашей жене, можно сказать, еще повезло. Ее выбросило из машины, но ей здорово досталось. Судя по протоколу, мадам Дюваль получила травму черепа, и врачи ни за что не ручаются. Это все, что я могу вам сказать. В том месте, где произошла авария, дорога узкая и неровная. Возможно, мадам Дюваль задела встречную машину. Звоните в больницу, мсье Дюваль. Спасибо. Я так и сделаю. Если Вероника умрет, это решит все проблемы. Не очень-то красиво так думать, но мысли, как дикие звери. Их не приручишь. Амбуас? А что она там делала? И при чем тут Амбуас? Ну-ка, ну-ка, посмотрим в Атласе, где это. Амбуас, департамент Эндр и Луара. 8192 жители. Высота над уровнем моря 57 километров. 206 километров от Парижа. 35 километров от Луа. 25 километров от Тора. 50 от Вандома. Достопримечательности. И к черту достопримечательности. Но куда ехала она по берегу Луары? Кому спешила? До свидания. Дюваль не стал зря терять время. Собрал свой обшарпанный чемодан, порылся в карманах. Бумажник, чековая книжка, ключи, зажигалка. И поехал сам. Предположим, самое худшее. Предположим, она умирает. Адвокат, у которого она оставила конверт с моим заявлением о преднамеренном покушении на ее жизнь, скрывает его и читает мое признание. Ну и что с того? Сейчас я находился в сотнях километрах от этого места. И я здесь ни при чем. И у меня есть свидетели. Конечно, это казалось очевидным. Он с большим трудом поддерживал в себе эту уверенность, словно костер, который должен отпугивать диких зверей. И все-таки во мраке ночи ему чудилась их поступь. Возможно, Вероника растрогается, увидев меня. А, немного вкратчиваясь и ласки. И кто знает, вдруг я сумею отобрать у нее этот документ. Скажу ей, случись с тобой что-нибудь. Подумай только, в каком положении я бы оказался. Давай уничтожим это письмо. Так быть честнее. И для развода придумаем другой, менее опасный предлог. Вероника должна понять. Я готов умолять даже унижаться, лишь бы добиться своего. Так надо. Следующее утро Дюаль прибыл в Блуа и сразу же, взяв на вокзале такси, помчался в больницу. Его встретили и провели в кабинет доктора Пелетье. Буду с вами откровенен, мсье Дюаль, положение не из лучших. Мы ее спасем, по крайней мере, я на это надеюсь, но вот что дальше. У мадам Дюаль правосторонний паралич. Как болезнь будет развиваться, я не могу вам сказать. Об этом судить рано. Все выяснится через несколько дней, когда придут результаты анализов. Пока ясно одно. Вся правая сторона потеряла чувствительность. Вы знаете, я приоткрою дверь, и вы сможете на нее взглянуть. Но не более того. К тому же, вы увидите одни бинты. У бедняжки содрана кожа с головы, и лицо с одной стороны изуродовано. Да. Идемте. Доктор повел Дюаль по длинному коридору, вроде тех, что ему нередко случалось видеть во сне. Остановился перед одной из дверей, осторожно приоткрыл ее. Дюаль подошел поближе. Укутанная простыня Вероника показалась ему пугающе неподвижной. Из подмарливых повязок виднелся лишь застрившийся восковой нос. Связавшие из чего-то вроде виселица и резиновые трубки причудливо оплетали кровать. У нее на руке был золотой браслет. Его пришлось снять. Вы можете его забрать, он в приемной. Чемазан цел. Его вы найдете в шкафу. Еще есть сумочка, но ее придется почистить. Она вся в крови и грязи. Это мы берем на себя. Скажите, вы думаете, она долго пробудет в больнице? Ну, это будет от многого зависеть. Скажем, неделю три месяца. Я даже не могу с уверенностью сказать, что она когда-нибудь заговорит. Конечно, это ужасно. Крепитесь, мсье Дюваль. Боже, если она больше не сможет говорить, я никогда не узнаю, кому она отдала письмо. Вероника так и не пошевелилась. Казалось, ей суждено вечно оставаться распростертой, словно каменное извояние. На двери красовался номер семь. Дюваль чуть не бросился бежать. Надо же. Опять оттороковали семерка. Время шло к полудню. В больнице его предупредили, что местная полиция надеется встретиться с ним незамедлительно. Откладывать встречу было ни к чему. И потому же через полчаса Дюваль шагал по казенному коридору прямо в кабинет старшего сержанта. Ага. Мсье Дюваль. Да. Вы уже были в больнице? Да. Как дела у мадам? Будет жить. Да. Я понимаю. Да. Это уже хорошо. Что ж, поговорим об этой аварии. Тут не все ясно. Вам знакомо это место? Сразу за Шамоном на левом берегу. Как раз на выезде из городка есть мостик. Затем дорога сужается и несколько сот метров тянется вдоль берега Луара. Авария произошла около 20 часов. Значит, движение было не слишком оживленным. Машина упала на правый бок и почти целиком ушла под воду. Ветровое стекло разбито и это доказывает, что она переворачивалась много раз. Первое, что тут приходит в голову, так это то, что мадам Дюваль попала в аварию просеянности. Она любила быструю езду? Да, да, пожалуй. А, и все же нас смущает одна деталь. Скажите, а до аварии была ли на левой дверце вмятина от удара? По правде сказать, я понятия не имею. Сам я езжу на малолитражке и должен вам сказать, что в Каннах помятое крыло вещь настолько обычная, что за день ее кто-нибудь, она бы мне даже и не сказала. Да, но... но речь идет о большой вмятине. Мы думаем уж, не врезалась ли в нее встречная машина. Вы еще какое-то время пробудете в нашем городке? Дюваль вздрогнул. В одно мгновение он сообразил, в какую влип историю. Выходные он провел в горах вдали от людей. Его малолитражка помята сильнее, чем иной гоночный автомобиль. В воскресенье вечером он мог поджидать Веронику на мосту близ Шамона, а к утру в понедельник успел бы вернуться в Канны. Стоит лишь вскрыть письмо Веронике и... Да, разумеется. Ну и отлично. Я найду вас. Да, да. Имейте в виду, что машину еще можно починить. Гараж расположен на Турском шоссе на выезде из Блоа. Не забудьте обратиться в страховую компанию. Вот документы на машину. Боже милостивый, да за что мне такое невезение, размышлял Дюваль, выходя из участка. Даже если ему удастся доказать свое алиби, у полиции останется подозрение, что он кому-то заплатил, чтобы подстроить аварию. Мысль о роковом письме не шла у него из головы. Вскрыть в случае моей смерти, предупредила жена. От богат до него не дотронится до тех пор, пока жива Вероника. Он должен проникнуться этой уверенностью. Она для него как баллон с кислородом, как неприкосновенный запас. От срочка перед казнью. Но уж, коли она умрет, об этом Дюваль боялся и думать. Вот так-так. Моя жизнь повисла на волоске, к тому же столь тонком, что его и не различишь без микроскопа. Сколько же продлится эта чудовищная игра? Ладно. Завтра принесу ее в больницу. Цветы. Каждый день около полудня Дюваль шел в больницу. В приемной старшая сестра рассказывала ему о состоянии больной. Ночь прошла спокойно. Или пока еще держится температура. Вчера она пришла в сознание, ей колют транквилизаторы. Иной раз он встречался с доктором Пелетье, когда тот шел завтракать после утренних операций. Доктор всегда отвечал уклончиво, не вдаваясь в подробности. Торопливо упоминал об артериографии, тесте Бернштейна. Дюваль ничего не понимал. Он приоткрывал дверь в палату и смотрел на больную. Лишь издалека. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Алло. Дюваль у телефона. С вами, говорит, сиделка вашей жены, месье Дюваль. Как дела? Месье Дюваль, у нас замечательная новость. Мадам идет на поправку. Сегодня утром она вышла из комы. Жара больше нет. Понятно, правая сторона у нее пока парализована, но она уже похожа на человека. Я ее предупредила, что вы скоро придете. Я сразу заметила, как сильно она обрадовалась. Вот оно случилось. Вероника обрадовалась. Представляю нашу встречу. Ее непримиримый взгляд, в котором всякий раз, как только я потянусь за таблетками, отразится паника. К тому же одна рука у нее может двигаться. Значит, стоит мне отвернуться, как она потребует бумаги. Не напишет, черт знает что. Сиделки, врачу, полицейскому. К счастью, это левый руган. Но, если очень постараться, пусть даже у нее выйдут одни кривые палочки. Она все же сумеет вывести шесть букв. Убийца. Потому что в ее помутившем сознании две аварии сольются в одну. А что же делать? Что же делать? Понемногу успокоившись, Дюваль серьезно задумался. Ситуация, казалось, была катастрофической. Но постепенно в его голове созрел план. А что, если купить дом в этих краях? Обширное поместье, где он сможет открыть центр по реабилитации инвалидов. Вероника станет всего лишь одной из многих его пациенток. Но никто не сможет упрекнуть Дювале в том, что он не заботится о своей жене. И в то же время он от нее избавится. Осуществится его давняя мечта. И к тому же приличия будут соблюдены. Отличная мысль. Но когда на следующий день он подходил к больнице, у него поджилки тряслись от страха. Как хорошо, что вы пришли, месье Дюваль. Наша больная смотрит теперь веселее. Поднимает и опускает веки. Мы навели ей красоту к вашему приходу. Да, вот сумочка. Ее. Возьмите. Мы ее почистили. Ну, идемте, идемте. Сиделка открыла дверь палаты и подошла к Веронике. Кто это к нам пришел? Посмотрите-ка, мадам Дюваль. Кто это? Ваш муж. Ему не терпится вас обнять. Торопливо, чтобы поскорее покончить с этой комедией, Дюваль подошел к кровати. Нагнулся и вдруг замер. У этой женщины глаза были голубые. Он выпрямился и обернулся к сиделке. Это не та палата. Это не та Вероника. Он не сводил с нее глаз и чуть не спросил, кто вы. Попятился назад, неотрывно смотря на голубой глаз, следивший за каждым его движением. Левая рука, незнакомаясь, судорожно вцепилась в простыню. Обручального кольца у нее не было. Но ночная сорочка принадлежала Веронике. Не стоит так волноваться. Вы бы лучше улыбнулись жене. Ее надо хвалить, подбадривать. Ведь она все равно, что с того света вернулась. Нет, нет, я ничего не могу с собой поделать. Извините меня. Извините, я зайду позже. Боже, 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 милосердный. Да что же это? Где же, а где же Вероника? Где она скрывается? А, ну конечно, Вероника ехала вместе с этой женщиной. Раз в машине нашли ее чемодан. Все дело в том, что именно ее, Веронику, и выбросил в реку. И тут же унесло течением. А на месте аварии нашли раненую женщину, чьи. Нет, я никогда в жизни не видел эту белую сумочку. У Вероники такой не было. Дюваль открыл ее. Пудреница, пилочка для ногтей, связка ключей, удостоверение личности. Удостоверение личности. Так, фамилия Веруслав, замужество Дюваль, имя Вероника Кляр. Дата и место рождения 24 января 1943 года, Париж. Домашний адрес Каны, улица Массе, 45. Но фотография была не Вероники, а той, другой женщины. На Дювале смотрели светлые, искрящиеся весельем глаза. Он прижал ладони к вискам. Довольно, довольно, довольно. Ведь я в здравом уме, просто удостоверение подделано. Незнакомка сознательно выдает себя за Веронику. А, да, но как же тогда она очутилась в триумфе? А что, если все-таки она... Ех, ладно, одна, тогда... Тогда откуда взялся чемодан, в котором лежало белье Вероники, а... ага, браслет Вероники? Ах, чепуха, чепуха какая-то. А ключи? Они... ключи не от нашей квартиры. Дюваль вытряхнул все содержимое сумочки. Губная помада, коробочка с ароматическими постилками, смятые бумажные платки, несколько купюр. Молнию бокового кармашка заела, но, наконец, ему удалось ее расстегнуть. В кармашке лежал фирменный бланк, на котором был выписан счет. Симонос, лесарь-водопроводчик. Амбуаз, улица Рабли, 12, адрес заказчика. Мадам Вероника Дюваль. Укромный приют, амбуаз, сверчковый проезд. Ой, фантастика. Дюваль обшарил все уголки этой чудесной сумочки, из которой он, точно фокусник, извлек незнакомку и ее дом. Женщина и в самом деле оказалась Вероникой. Следовательно, дом принадлежит Веронике, а значит, и ему тоже. Раз уж у них общее имущество. На беду Вероника, это вовсе и не Вероника. Вот как получалось. Дюваль вернулся в гостиницу. Необходимо было все хорошенько осмыслить. Кто она такая? Откуда взялась? Чего она добивается? Еще это таинственный адрес. Сверчковый проезд. Дюваль взглянул на часы. По обеду он еще успеет туда заскочить. Он вытащил из сумки связку ключей и через несколько минут уже мчался в своей малолитражке по указанному адресу. Ему не терпелось осмотреть укромный приют. Кто откроет дверь? Кто живет в усадьбе? Любовник? Не находя ответа на свои вопросы, Дюваль увлекся этой нелепой и зловещей игрой. Любовник. Тот самый невидимый и неуловимый субъект, который всем и заправляет, оставаясь в тени. Простите, послушайте, я ищу укромный приют. Где это? Поворачивайте налево. Вы, случайно, не все, Дюваль? О, я так и подумал. В газете писали, что приключилась с вашей женушкой, бедняжка. Она иногда заезжала сюда за покупками, такая славная. А как ей нравилось в укромном приюте. Она хоть поправляется? Дюваль поехал дальше. Он больше просто не мог поддерживать этот разговор. Яростно ударил кулаком по рулю. Но уж нет, он так долго не выдержит. Вы, случайно, не все, Дюваль? Похоже, его здесь ждали. В укромном приюте меня встретят. Вазы с цветами и тапочки будут и кровати. А горничная? Спросят, хорошо ли я доехал. С меня довольна, довольна, довольна. Перед Раулем Дювалем возник укромный приют. Большой дом, сложенный из белого песчаника, который добывают в этих краях. Дом его мечты. Как раз такой, какой ему хотелось купить. Дом озаряли лучи заходящего солнца. От него веяло негой и покоем. Справа под огромным тисом стояли металлические стулья и складной стол. Слева располагался гараж. Все окна в доме были закрыты. Дюваль поднялся по ступенькам. Пересек прихожую. Двусторчатая дверь направо, вероятно, вела в гостиную. И он не ошибся. Неяркий и изысканный свет от венецианской люстры падал на старинную мебель. Глубокие кресла, комоды, диван, круглый столик, на нем сигареты с ментолом. Те, что курит Вероника. Выходит, Вероника все-таки жила здесь. В доме, принадлежавшем другой женщине. По коридору он прошел на кухню. Просторную, со всеми необходимыми приспособлениями, рядами блестящих кастрюль на полках, плитой, работавшей на газу и на электричестве, большим холодильником. Наконец он добрался до столовой, обставленной в деревенском стиле, с продолговатым сервероточным столиком, обеденным столом на 8 персон, окруженным плетенными солом и стульями. Все выглядело очень зажиточно и традиционно. Обстановка в комнате оказалась самая простая. У стены стояла кровать, деревенский шкаф, два стула, кресло, стол. Выдвинув ящик, Дюваль достал фотоальбом. С первой же страницы у него перехватило дыхание. На снимках был он сам. Рауль Дюваль на улице Антиб. Вот это да! Да ты у себя дома старина, оказывается. А разве не естественно, что мадам Дюваль хранит фотографии своего мужа? Только тут интересно, кто же твоя жена? А ну что ж, хорошо, я займусь этим делом. Я вернусь еще в этот дом, клянусь, что распутаю этот клубок. Ведь незнакомка не сможет молчать вечно. А у нас радость, месье Дюваль. Сегодня мы совсем молодцом. Мы славно покушали пюре, и температурка у нас спала. Пойдемте в палату, жена будет рада вас видеть. Никуда не денешься. Присев на краешек кровати, он взял раненую за левую руку, хотя она попыталась убрать ее под одеяло. И, воспользовавшись моментом, когда сиделка опускала штору, торопливо прошептал. Для всех я ваш муж. Я не мог сказать им правду. Потом объясню, почему. Вы меня понимаете? Ее русковые пальцы чуть заметно сжались. Впрочем, вполне достаточно для того, чтобы передать окружающим определенную информацию. Дюваль ласково улыбнулся без малейших усилий и вдруг, нагнувшись, коснулся губами ее иссохших уст. Это мимолетное прикосновение потрясло его самого. Он поцеловал ее, помимо собственной воли. О, смотрите, месье Дюваль, как зарумянились ее щечки. Кажется, она улыбается. Ну, а теперь ступайте, месье Дюваль, ступайте, вашей женушке. Кажется, она улыбается. Кажется, она улыбается. Кажется, она улыбается. Кажется, она улыбается. Над правым ухом у нее имеется след от сильного удара, что исключает возможность самоубийства, следствие продолжается. А ну же, мадам Юваль, попробуйте сосредоточиться. Все, все катастрофа. Сержант сейчас покажет тебе, чья тут вина и на чьей стороне правда. Он уже 15 минут здесь торчит. Говорит, должен взять у нее показания. Вы ведь не забыли о несчастном случае? Я должен знать, столкнулись ли вы с кем-нибудь. Это нетрудно. Просто закройте глаза. Взнать согласие. Ну вот. Значит, вы с кем-то столкнулись. С кем? С легковой машиной. Нет. А с грузовиком? С пикапом? Не припомните. Мадам Юваль, я спрошу иначе. Машину, которая ехала вам навстречу, кидала из стороны в сторону. Это была обычная машина. Нет? Погодите. Машина с удочками наверху. Спасибо. Спасибо. Вы нам очень помогли. Не стану вас больше мучить. Вот видите, мсье Юваль. Так понемногу мы все и узнаем. Дело ведь не закрыто. Я спросил о будочках, потому что по воскресеньям попадается много любителей рыбалки, и частенько они бывают на веселе. Я слышал, мадам Юваль завтра выписывают. Вы вернетесь в Канны? Нет, мы сняли дом здесь, в Амбуазе. Слышали, наверное, укромный приют. О, то-то отлично. В случае чего мне несложно будет с вами связаться. Телефон у вас есть? Да, только я забыл номер. Посмотрите в справочнике. Хорошо. Позвольте мне поговорить наедине с моей женой. О, разумеется, месье. Поверьте, я возмущена бесцеремонностью этих полицейских. Они не имеют права. Простите, месье Юваль. Я буду в коридоре. Вы не знали, куда я собираюсь вас увезти. Но вот теперь вам все известно. Я нашел у вас в сумке адрес и ключи от укромного приюта. Там все готово к вашему приезду. И вам там будет лу. Я буду за вами ухаживать. Мы с вами станем мсье и мадам Юваль. Вы ведь этого хотели? Я не могу звать вас Вероникой. Только не это. Но Клэр звучит неплохо. Как-никак это ваше второе имя. Я прочел его в ваших документах. Красивое имя. Дюваль опустил свою пленницу на кровать и вышел на минуту, чтобы дать шоферу скорой на чай. Они остались одни в своем уютном приюте. Он принес ее сумку, вынул пудреницу и губную помаду. Ну, не дурно. Совсем не дурно. А теперь капельку пудры. Вот. Похоже, я малость перестарался. В другой раз у меня будет лучше получаться. А ну, карауль старина, марш на кухню. Ну, допустим, у нее есть муж. И он сейчас в отъезде. За границей. Он еще ничего не знает. Или, скажем, он узнает так или иначе, что его жена в больнице. Но ведь в больницу уже хожу я. Место занято. Ведь не может же быть двух месье Дювальей. Это бы им все испортило. Все. Все? А что значит все? Какой-то тайный замысел. Ну, как дела? Сейчас все будет готово. Признайтесь, вы удивлены. Не ожидали увидеть меня в фартуке? Мать всегда заставляла меня надевать фартук, чтобы не испачкаться. У меня был только один костюм. Вот и приходилось его беречь. Ведь мы так бедствовали. Ложечку вам, ложечку мне. Вот какой славный у меня ребенок. Он размял спагетти, опустился на колени рядом с кроватью и поднес Клер полную ложку. Ставлю вам пять с плюсом, милая Клер. Доброе утро, милая Клер. Санитар, сейчас я вас раздену, а вы постарайтесь забыть, что я мужчина. Вы ведь знаете, я по профессии и врач, и санитар. Так, давайте снимем рубашечку. Вот, вот. И для начала перевернемся на животик. Когда его ладони легли на ее стройное голое тело, он вдруг умолк. Внезапно у него пересохло в горле, и ему пришлось следить за своими руками, чтобы им не вздумалось касаться ее слишком страстно. Он поглаживал неподвижные мышцы, стараясь перелить в них каплю собственного тепла, нежности и сострадания. Потом принялся разминать их, пощипывать, лепить, стремясь вернуть им утраченную гибкость. Наконец перевернул ее на спину. Вот так. А теперь давайте подвигаемся. Сначала займемся ногой. Тут нужно терпение, на это уйдут недели. Но у нас, у нас все получится. Краешком полотенца он смахнул остатки талька, надел на нее рубашку, обнял за талию. Поднял на ноги и прижал к себе. Обхвати меня за шею рукой. Так? А-ка, взгляни на свой сад. Посмотри-ка на Дроздов. А вот перебойся на закат. Вот что важно в жизни. Ты бери с них пример. Вечером после обеда он вышел покурить в сад. Ночь уже опустилась на землю. Он прошелся по темным аллеям. Я счастлив, думал он, и уже больше ничего не желал. Даже ее выздоровления. Только и мог беспрестанно твердить, словно пытаясь разгадать величайшую тайну. Я счастлив. В ту ночь он несколько раз просыпался, вставал, подходил к ее двери, прислушивался. Он позабыл про письмо, грозившее ему бедой, если она умрет. Он забыл обо всем на свете. Только одно казалось ему важным – прислушиваться к ее неровному дыханию, по временам становившемуся совсем слабым. Она – никто. Просто язычок пламени, который он держит в закрытых ладонях. Но погасни он, и мир утратит все свои краски. Поправлялась Клер медленно. Плохо ела, пассивно выполняла упражнения. Не пыталась пользоваться левой рукой. И даже не будучи врачом, Дюваль не мог не видеть, что она искала убежище в своей болезни, прячась в нее, как в раковину. Нет. Никогда она не захочет сказать правду. Может быть, она все еще не вполне доверяет меня. Может быть, почему-то боится. Но почему? Часто он ложился с ней рядом, держа в руках ее всегда прохладную ладошку, и, уставившись в потолок, изливал перед ней душу, словно перед психиатром. Вот чудеса. Видишь ли, я никогда не знал, чего мне ждать от Вероники. Вы с ней дружили, так что тебе я могу признаться. Я вечно был на стороже, без всякой причины, просто потому что мне всегда желали зла, и я привык думать, что за шутку хотят со мной сыграть на этот раз. И даже сейчас я не понимаю, что происходит. Почему ты выдаешь себя за мадам Дюваль? Только теперь это уже не важно. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Ты же знаешь, я не собираюсь тебя мучить. Успокойся. Успокойся и постарайся уснуть. А потом мы немножко поработаем. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Но ее нам нечего бояться по очень простой причине Она умерла Свалилась в флуару И следов никаких не осталось Для полиции, для больничного персонала, для продавцов Существует только одна Мадам Дюваль Ты И нечего тебе больше переживать Однажды, когда они по обыкновению Лежали на постели и курили после очередного занятия Клер вдруг просунула ладонь в руку Дюваля И сжала ее изо всех сил А? Тебе что-то нужно? Она настойчиво на него смотрела Тянула его к себе И вдруг он понял Нет, правда Ты Это не из благодарности Ты правда Этого хочешь? Вдруг у него возникло странное ощущение Будто он проводит опыт В котором нет места чувственности В голове проносились бессвязные обрывки мыслей Я Это ты Вот ты дрогнула Ты нахлынула на берег, как море Волна Волна Но едва поднявшись, волна откатилась Осталась раздавленная, неподвижная женщина Глаза у нее были закрыты Я знаю Я почувствовал Только Только не надо огорчаться Ты Еще слишком слабенькая Кляр Кляр, послушай меня Сейчас у нас с тобой Ничего не получилось Может, все дело в твоей болезни Или Или я оказался не на высоте Но Мне вдруг пришло в голову, что Существует и другая причина В твоей жизни есть Кто-нибудь? Ты Замужем? В этом все дело, верно У тебя Кто-то есть И это не муж Но тогда где же он? Где же он, господи, где он скрывается И что ему нужно? В конце концов Чего вы от меня хотите? Какого черта вы сняли этот дом? За все время их пребывания в укромном приюте Это был первый звонок Телефон настойчиво звал Дюваль в гостиную Сейчас вернусь Не волнуйся, наверное, просто ошиблись номером Алло Полиция была Месье Дюваль? Да, это я Мы по поводу аварии В которую попала мадам Дюваль Есть новости Не могли бы вы узнать у мадам Дюваль Была ли та машина, с которой она столкнулась, белого цвета? Сейчас узнаю Подождите, пожалуйста Похоже, они кого-то задержали для допроса Пока он все отрицает Но если его припрут Он вполне может рассказать, что в машине ехали две женщины Как бы там ни было Стоит ли подводить бедолагу под монастырь Им положено искать преступника Пусть сами и ищут А у нас с Клэрой есть дела Поважнее Алло Алло Да? К сожалению, жена не помнит Ничего не поделаешь Спасибо, месье Дюваль Мадам Дюваль не лучше? Так себе Почему-то я обязан с ними церемониться Я никому не позволю лезть в душу Плевал я на их расследование Мне самому надо кое в чем разобраться Этим я сейчас и займусь Звонили из полиции по поводу аварии Вот настырные сволочи Имею в виду Никто тебя у меня не отнимет Я своего никому не отдам Но знаешь, если бы ты просто рассказала мне Все, что тебе известно Я мог бы сообразить, что к чему Может, я напрасно вообразил себе не весь что Откуда мне знать? Ладно Ладно, отдыхай Но что это за буква Может, И? А, я понял Это... Это П По-моему, совсем неплохо Рядом с П она вывела Р Ее дыхание участилось Рот свело судорогой Дюваль понял, что она и не думала упражняться А пытается сообщить ему нечто жизненно важное Возможно, открыть какую-то страшную тайну Пр... Может, это имя человека, которого я знаю? П... П-ро... Что это? Название города? Откуда ты приехала? П-ро-с... Прос? Так ведь это... Так ведь это прости Я угадал, да? Измученная, довольная Она выпустила карандаш из рук Ее влажные глаза сияли Словно драгоценные камни Дюваль опустился рядом с ней на колени Заключил ее в объятия Прости Любовь моя Это я должен просить у тебя прощения Да я просто Даже не знаю, что бы я делал Клэр, голубка моя Правда, только что я чувствовал себя таким несчастным Любой пустяк я принимаю близко к сердцу Но теперь Теперь с этим покончено Он нежно поцеловал ее И прилег рядом Так, чтобы прижаться к ней всем телом Клэр дышала ровно Она спала Во сне он то и дело протягивал руку Чтобы убедиться, что Клэр рядом И, коснувшись ее, ощущал исходящие от нее волны покоя И все же внезапно он проснулся Как будто хотел успеть на ночной поезд Мозг работал напряженно и четко Он встал, взглянул на часы Без четверти двенадцать Хотел спить В одних носках спустился на кухню Открыл бутылку с пивом Закурил сигарету Надел ботинки И распахнул дверь в сад Ему почудилось, как за оградой мелькнула чья-то неясная тень Он бросился туда бегом Но ворота были закрыты на ключ Сколько он не выкручивал себе шею Пытаясь разглядеть, что творится на улице Так ничего и не увидел Да чего я так всполошился Стоит прекрасная погода Кто угодно мог выйти погулять среди ночи И даже постоять у ворот Чего я впадаю в панику Но, конечно, мимо шел случайный прохожий Все двери заперты, но и в безопасности Странно, почему Клер просила у меня прощения? Непонятно Что такое я должен ей простить? Может, аварию подстроили нарочно, чтобы убрать с дороги Веронику? Нет, нет, это явная чушь Все эти дурацкие мысли лезут в мою голову Из-за того, что за оградой мелькнула чья-то тень Но то был случайный прохожий Предчувствия Дювали оправдались днем позже Накануне он получил из конторы нотариуса Фарлини счет Который следовало побыстрее оплатить Дюваль как раз выписывал чек Когда у ворот кто-то позвонил Вы месье Дюваль? Да Рауль Дюваль А я сестра Вероники Чья сестра? Я ничего не понимаю Я полагаю, она вам все же говорила обо мне Хотя я прекрасно понимаю, что ничего для нее не значу Но тем не менее Тереза Тереза Ансом Ах, да Тереза Конечно, конечно Вы узнали адрес в полиции Нет, в больнице Если бы бедная Вероника сообщила мне о своем замужестве Все было бы очень просто Но ведь я для нее не существовала Пришлось потратить массу времени, чтобы отыскать ее Длинная цепочка Ну, как она? Вы не против, если я войду Да Да, да Конечно Вероника Не важно Совсем не важно Весь правый бок парализован И говорить она не может Все еще слаба В общем, коллега Ах, Раул, как мне вас жаль Как же вы справляетесь? Я ведь могла бы вам помочь Когда такое несчастье Нечего вырошить в прошлое Ведь верно? Я вам очень признателен Но еще какое-то время Ей придется Избегать любых потрясений Доктор запретил строго-настрого Никакого шума Никаких посещений Даже для родной сестры? Ну, если бы это зависело только от меня Я бы вас тут же провел к ней Ах, как же иначе? Но она мне этого никогда не простит Знаете почему? Она считает себя Обезображенной Прибавьте к этому Что она сильно исхудала К тому же она в полном сознании Что только усугубляет положение А она и меня-то Еле терпит Она совсем не говорит? Нет Нет, только делает знаки Левой рукой По существу она Отрезана от мира Зайдете на минутку в дом? Я снял этот дом Потому что он стоит на отшибе Соседей у нас нет Машины почти не проезжают Здесь тихо, как в больнице Дом сдавался со всей обстановкой? Да Вам это, наверное, не дешево обходится? Приходится идти на жертвы Вот гостиная Проходите, проходите О, и здесь Фабьена Что вы говорите? Я говорю об этой фотографии Никуда не деться от Фабьены Тереза подошла к круглому столику И взяла в руки фотографию Клэр Разве вы с ней знакомы? Вы спрашиваете Еще бы На свое несчастье Присаживайтесь И расскажите мне все по порядку О, только не говорите мне Что вы ничего не знаете О чем вы? Разве Вероника не рассказала вам Из-за чего мы с ней поссорились? Она избегала разговоров на эту тему И правильно делала Надо вам сказать, что Веронику вырастила я Мать вечно болела А я пожертвовала всем ради этой девчонки Она ведь на 13 лет младше меня Но я и относилась к ней как к дочери А потом она познакомилась с этой Фабьеной И прямо влюбилась в нее Только не подумайте ничего такого Вероника вполне нормальная женщина Я просто хочу сказать, что она восхищалась Фабьеной до неприличия Только и говорила об этой Фабьене И во всем стремилась ей подражать А давно они так дружат? Уже много лет Вам, Рауль, трудно себе представить, что это такое Стоило Фабьене купить себе браслет Как Вероника хотела купить точно такое же Фабьене нравилась какая-то книга И Вероника сходит с ума от нее Фабьена приглашала Веронику на вечеринки Вы ведь понимаете, что это такое? Да, да, да Так она и познакомилась со своим мужем С первым, с Шарлем Эйно Месье якобы занимался скотоводством Уйму времени он проводил в Америке Она его даже называла по-американски Чарли Простите, вы сказали в Америке? Ну да, в Америке Нет, вообразите себе Он садился в самолет, как я сажусь в такси Впрочем, я никогда не беру такси Это слишком дорого А что этот месье Эйно был очень богат? Откуда мне знать? Я-то всегда как говорю В таком деле, как у него, честным путем много не заработаешь А Фабьена? Она замужем? Нет, насколько я знаю Но неужели вы действительно не знаете Фабьену? Дюваль проводил женщину до калитки Увидел, как она растворилась в толпе Угроза миновала, но вот надолго ли? Придется ли ему покинуть Амбуаз? Укрыться в другом месте? Может быть, уехать за границу? Неспеша Дюваль вернулся на привокзальную площадь Он уже не знал, что и думать Чарли, Вероника, Клер Нет, Фабьена Потому что с этой минуты Она вновь стала Фабьеной Что объединяло этих троих? Так, 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 так Вероника совершила любые поступки Только с ведома Фабьены Так, значит, вышла замуж за меня Тоже не просто так Вероятно, знала о моих миллионах О моем американском наследстве А значит, знала и о моем отце, Хопкинсе От кого? От кого, от кого? Конечно же, от своего первого муженька, Чарли И Фабьена была в курсе этого заговора Дюваль бросился к дому Залетел вверх по лестнице И замер на пороге ее комнаты Фабьена лежала в той же позе В какой он ее оставил Она с трудом повернула к нему голову Ты знаешь, кто сейчас приходил? Ты, наверное, слышала, как мы разговаривали Ты с ней уже встречалась раньше Это сестрица твоей подружки Вероники От нее я узнал, что тебя зовут Фабьеной Красивое имя Фабьена Мне очень нравится Очень женственное Пока я отсутствовал, никто не приходил? Если нет, сожми мне руку А, вот и отлично Сама понимаешь, я вынужден остерегаться Раз уж ты была лучшей подругой Вероники Так, может, ты знаешь, что случилось на шоссе? Если знаешь Прикрой глаза Так Но ты не знаешь всех обстоятельств Она тебе наверняка приврала А я и не думал ее убивать Это неправда Ты сама посуди Разве я похож на преступника? Да, она мне надоела Но еще хуже надоел себе я сам Вернее, мы оба Та нелепая жизнь, которую мы с ней вели Ну, вот я и не стал прикручивать колесо Чтобы испытать судьбу Оставил все на волю случая А потом Потом она вынудила меня написать письмо Где я признавался, что готовил на нее покушение Ты знаешь, у кого Вероника его оставила? Закрой глаза, если знаешь Нет Правда не знаешь? Такой частый у тебя пульс Такой частый, что я Не очень-то ему верю Неожиданно Дюваль умолк А почему Вероника так во всем подражала Фабиене? И чего ради Фабиене вздумалась выдавать себя за Веронику? Зачем нужна была эта мадам лжедюваль? Начнем сначала Известно, что в укромном приюте Должны поселиться муж и жена Так Дом на этих основаниях и снимается Мадам Дюваль То есть лже-мадам Дюваль Уже в этот дом наезжает И ждет мужа Об этом знает вся округа А значит, мужчина, который должен был к ней приехать На самом деле И тут Дюваль Все понял Сердце у него забилось так отчаянно Что ему послышалось, будто он различает его стук Тот, кто собирался к ней приехать Тоже не настоящий Дюваль Настоящий Дюваль То есть он, Рауль Должен был исчезнуть Рауль Дюваль чувствовал себя Изобретателем На пороге величайшего открытия Хотя на самом деле То, что он воссоздавал Винтик за винтиком Было ничем иным Как преступлением Так Значит, меня Хотели устранить То есть убить Интересно, интересно получается Ведь они надеялись Получить не половину А все Дюваль сварил себе кофе Зажег свет во всех комнатах первого этажа Свет был ему физически необходим Он открыл все двери Чтобы беспрепятственно Переходить из кухни в столовую Из столовой в переднюю И в гостиную Постепенно преступление Предстало перед ним Во всех подробностях И оказалось столь простым Что было даже непонятно Почему он не разобрался в нем раньше Хитро придумано Ох, как хитро Они готовили убийство Но при этом Не хотели привлекать внимание Они распустили слух Будто Рауль Дюваль Подумывает о переезде Короче говоря Достаточно было Чтобы один Дюваль Исчез из Кана А другой Объявился В амбуазе Никто бы никогда не догадался Что это не тот же самый Дюваль Меня бы укокошили Без всякого шума Прикончили бы незаметно Например, отравили Ох, мерзавцы, негодяи Фабьена Фабьена Проснись Я во всем разобрался Мне Все стало ясно Вы бы меня отравили Ведь так? Конечно Вы хотели меня убить Чтобы присвоить Мои миллионы По-вашему Мой карман Для них не подходил Фабьена Лежала неподвижно С широко раскрытыми глазами Казалось Она вынырнула Из глубокой тьмы С трудом осознавая Где находится Пытаясь Удержаться На краю реальности Вдруг она глубоко вздохнула Словно задыхаясь От крика Или пытаясь Позвать кого-нибудь На помощь Протянула К Дювалью руку Нет, 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 нет Подожди Подожди Но у вас ничего не вышло И теперь ты Ты останешься Моей пленницей Я у вас в руках Ну а вы У меня Пока жива Мадам Дюваль Настоящее или нет Письмо С моим признанием В покушении на убийство Не вскроют Я останусь хозяином положения И твой сообщник Ничего не сможет поделать Дюваль вышел из спальни И стал спускаться по лестнице Голова трещала Ноги подкашивались На душе было мерзко Мерзко настолько Что хотелось кричать Выть Казалось еще немного Его стошнит Изо всех сил Рауль пытался держаться Ведь он еще не добрался До края истины Оставалась одна Последняя загадка Еще один шажок Почему за меня вышла замуж Вероника Почему Вероника А не Фабьена Зачем понадобилось Трое сообщников Там где хватило бы и двух Знаю Знаю Фабьена любила Того мужчину А мужчина любил ее Поэтому Фабьена не захотела Принадлежать нам обоим Стать женой другого человека И они заплатили Веронике Чтобы именно она Провернула это дельце Может даже поначалу Она и не знала Что именно задумала Эта парочка Дюаль уже прошел на кухню И начал готовить себе кофе Как вдруг неожиданно резко повернулся И быстро прыгая через ступеньки Вновь помчался в спальню к Фабьене Он говорил долго Стремился доказать Фабьене Что ему все известно Он хотел отбить у нее Всякую волю к сопротивлению Уличить ее Подчинить себе Растоптать ее Просто рассказывая о том Что ему удалось обнаружить И чем дальше заходил он В своих рассуждениях Тем яснее понимал Что оказался игрушкой В чьих-то руках Что его обманывали Презирали Стоит мне захотеть Стоит только наплевать На последствия Мне достаточно будет Обратиться в полицию Твой любовник Оказывал на тебя Огромное влияние Боже милостивый Вот этого я никак не пойму Именно этого Что в нем такого было Что вы Вероника и ты Ему повиновались Он говорит вам Дювале придется убрать И вы обе молчите Вы все трое Могли месяцами выжидать А он спал То с одной То с другой Я так понимаю Он был у вас Вроде султана Фабьена изо всех сил Задвигал рукой Пытаясь дотянуться До столика на колесиках Ты хочешь писать? Ну ради бога давай Давай вот тебе бумага Вот Карандаш Ну Ну что 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 ты пишешь? Нет? Как это нет? Как это нет? Я ошибаюсь Но что же не так? Он не спал с вами обеими Ну-ну Ну-ну Только не рассказывай мне сказки Напиши-ка лучше Да Признайся, что все это правда И я может попробую все забыть Пиши Пиши Нет Нет И все эти вещицы Своими инициалами Чтобы обмануть прислугу Тоже нет Ну же Фабьена Надо уметь проигрывать Я все могу стерпеть Не надо только держать меня За идиота Громко хлопнув дверью Дюваль опять покинул Фабьену На кухне его дожидался Приготовленный Но уже остывший кофе Но пить не хотелось Вообще Ничего Не хотелось Ничего Но я Я люблю эту женщину Вот в чем ужас А если бы я мог купить Любовь Фабьена Никакая цена не показалась бы Мне слишком Усокой На следующее утро Дюваль решил заглянуть в банк И снять со счета Какую-нибудь сумму денег Но тут в голову к нему Пришла любопытная мысль А может быть Стоит уехать Ему и Фабьене Просто уехать отсюда В Швейцарию В Италию Поселиться на берегу озера В новой обстановке Для них наступит новая жизнь А новая жизнь Породит новую любовь Дюваль понимал Что попросту плетет небылицы Но если бы сейчас Его не занимала Эта небылица Если бы он не представлял Себе заросший цветами Дом у озера То ему впору было бы Броситься в реку А что Мы попытаемся жить с ней Как ни в чем не бывало Раз уж она была готова На все Лишь бы Лишь бы разбогатеть Настало время создать для нее Хотя бы иллюзию богатства В банке Дюваль Пробовал недолго Снял со счета 500 франков И сразу же отправился назад В укромный приют По дороге домой Купил несколько ярких Туристических путеводителей Ему не терпел Аж поскорее поделиться Своими идеями с Фабьеной Ау Это я Слушай, Фабьена Я тут придумал Такую штуку Он поднимался По лестнице В спальню И улыбался Ему было приятно Думать Что сейчас Он откроет дверь Войдет И Фабьена Повернет к нему Восхищенное лицо Тебе бы хотелось Поехать в Италию Я купил путеводитель Давай посмотрим его вместе Ты что молчаешь, Фабьена? Сердишься на меня? Не надо, не надо Не обижайся Ты сейчас Очень обрадуешься Дюваль остановился На пороге ее комнаты Одеяло сбилось в кучу Плед валялся на полу Фабьена Фабьена Ты что, пыталась вставать? Он бросился к кровати Фабьена лежала на боку Лицо ее приобрело фиолетовый оттенок Он уже все понял Но у него еще хватило сил подойти к окну И распахнуть ставни Чтобы лучше видеть Потом он вернулся к Фабьене Красноватые отметины на шее Не оставляли никаких сомнений Ее задушили Она была мертва Рауль Дюваль никак не мог поверить Что Фабьена умерла Что ее больше нет Нет И никогда не будет Но как же так Ведь еще три часа назад он говорил с ней А теперь все было кончено Ее задушили Да Здорово его одурачили Тот другой прекрасно все рассчитал Сейчас он должно быть уже далеко И письмо Разумеется у него Теперь он его предъявит Забава ради С какой-то внутренней усмешкой Дюваль попытался начать рассуждать Если даже он сам немедленно вызовет полицию И расскажет им всю правду То кто его станет слушать Он уверил всех Что Фабьена Его жена Хотя его настоящая жена Утонула в реке Чтобы пролить на эту путаницу Хоть лучик света Надо было показать полицейским письмо Но письмо только усугубляло его вину Ведь в нем он признавался Что собирался убить жену И она действительно в конце концов Погибла в автомобильной катастрофе Бежать Чтобы его по пятам преследовал Интерпол Алло Алло Это месье Дюваль С вами говорят из полицейского участка Блуа Мы задержали подозреваемого И у нас есть все основания полагать Что именно он виновник аварии В которой пострадала ваша супруга Нам бы хотелось задать Несколько вопросов мадам Дюваль Алло Вы нас слышите? Месье Дюваль Алло Алло Боже мой Какой бред Да идите вы все Несколько вопросов мадам Дюваль Бедная Фабьена Бедная Он зашел в гараж за лопатой Обогнул дом У самой живой изгороди земля не такая твердая Он принялся копать Ему хотелось, чтобы могила была глубокой Похоронив Фабьену, он всю ночь проведет за рулем Он поедет через горы Кого там принесло? Не буду открывать меня ни дома Иду Иду Месье Дюваль Я недавно звонил вам из полиции Мы бы хотели поговорить с мадам Дюваль Моя жена больная Я не стану ее утомлять Всего несколько вопросов Посещения запрещены Ну почему? Мадам Дюваль уже месяц как вышла из больницы Ну и что? Все равно к ней нельзя Послушайте, месье Дюваль Я позволяю себе настаивать только в интересах следствия Я обязан выполнить приказ Так что поверьте, вам лучше меня впустить Сейчас сюда подъедут и другие полицейские А я у себя дома И не желаю, чтобы моей жене надоедали Но я и не собираюсь вам надоедать Ваша жена единственный свидетель в весьма запутанном деле Ничем не могу помочь Вы напрасно так себя ведете Но возможно мы могли бы договориться Не зададите ли вы сами, мадам Дюваль, те вопросы На которые нам хотелось бы получить ответ Это избавит ее от ненужных волнений Дюваль понял, что отказываться никак нельзя Тем более, что к дому подъехала еще одна полицейская машина Ладно Ступайте за мной Дюваль шел впереди И, проходя мимо клумбы, воткнул в нее лопату Он намеревался оставить полицейского на кухне за стаканчиком вина Полагая, что обмануть его будет нетрудно Сюда, пожалуйста Присаживайтесь Выпейте чего-нибудь Нет, спасибо В двух словах вот о чем речь Тот, кого мы арестовали, цыган И он долго кочевал в этих краях Он живет в старом автоприцепе, прикрепленном к поломанному доджу Только что по его вине произошла еще одна авария Вот мы и хотели бы выяснить Не заметила ли мадам Дюваль этого прицепа Который, вероятно, и налетел на ее машину Это первый вопрос Ладно, ладно Подождите меня здесь Дюваль быстро поднялся по лестнице и остановился перед дверью спальни Фабьены Услышав сзади тяжелые шаги и скрип ступенек, в ярости обернулся Я же сказал, к моей жене заходить нельзя Ну, месье Дюваль, я еще не закончил Нет, я запрещаю вам сюда входить И тут мужество ему изменило Со страшной силой Дюваль выбросил вперед ногу Удар пришелся жандарму в грудь Тот попытался ухватиться за перила, но не удержался И рухнул навзничь с таким грохотом, что, казалось, весь дом содрогнулся Оглушенный он лежал на спине, но рука его уже тянулась к кобуре, в которой поблескивала рукоятка пистолета Дерьмо, пошел вон! Ты все нарочно подстроил! Пока полицейский привставал на одно колено, Рауль Дюваль сбежал вниз и, подскочив к стойке, схватил ружье Убирайся, я сказал! Вам меня не взять! Полицейский бросился бежать так, словно попал под сильный дождь Когда он выскочил за ограду, Дюваль выстрелил Дробь разбросала гравий на садовой дорожке, громко застучала по железным воротам Он растерянно уставился на дымящееся ружье Потер плечо, нывшее от сильной отдачи Его мысли не поспевали за событиями Кто-то стоял на крыльце, сжимая ружье Там на дороге резко сорвалась с места машина Но что все это значит? Что произошло? Горячий пряный запах пороха заглушал ароматы сада Это война Отступать некуда Придется сражаться Хотят заманить меня Ничего не выйдет, ничего не выйдет Думают пронять меня уговорами А, знаем мы эти штучки, знаем Станут нести ни вещь, что, лишь бы усыпить бдительность Нет, меня не проведешь По едва уловимым признакам он догадывался, что полиция уже здесь Должно быть, оцепили весь квартал и теперь наступают Стараясь держаться поближе к стенам Он представил себе полицейские заслоны, зевак Расспрашивающих жандармов Какой-то псих засел у себя в доме Но это неправда Он вовсе не псих Месье Дюваль Месье Дюваль, где вы? Нам надо поговорить с вами Вам не сделают ничего плохого Убирайтесь отсюда! Месье Дюваль, сопротивление бесполезно Одумайтесь, вы же не бандит! Я рассказал назад! Давайте поговорим, чего вы добиваетесь? Разве испугаешь охотничьим ружьем? Да еще общественное мнение на их стороне Радио уже должно быть сделало свое дело Маньяк засел в своем доме, убив больную жену Этого вполне достаточно Отныне тысячи слушателей Старут требовать моей смерти Жаль, у меня здесь нет ни радио, ни телевизора Дюваль безумец Дюваль чудовище Дюваль миллионер-убийца Дюваль! Есть новости! Вам больше нечего бояться! Бросайте оружие и выходите! Как бы не так! Как бы не так! Совсем обессиленный Рауль подошел к кровати, где лежала мертвая Фабьена Встал на колени и нежно погладил ее волосы Затем губами прикоснулся к ее руке Я иду к тебе, Фабьена Скоро мы встретимся Не вставая с колен, Дюваль навалился всем телом надуло охотничьего ружья И нажал спусковой крючок Дюваль! Вы невиновны! Преступник только что явился с повинной! Дюваль! Выходите! Вы свободны! Фарлини сдался! Он задушил свою любовницу в припадке ревности! Дюваль! Фарлини! Нотариус Фарлини! До чего же забавно получилось Добрый, славный, честный нотариус Вот это и был тот маленький шажок Который Дюваль не дошел до заветной цели расследования этого преступления Ну, конечно же, Фарлини! Как только ему сообщили о наследстве Дюваля Тогда-то он все и затеял Вместе с Фабьеной Как просто все! Как просто! Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова